Два с лишним миллиона рублей выманил у 79-летней жительницы Мику не телефонный аферист. В июне пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина. Представился работником главного управления Московского банка и сообщил, что она стала жертвой мошенников, которые продали ей биологически активные добавки с истекшим сроком годности. Дескать, преступники задержаны, а потерпевшей полагается денежная компенсация. Пожилая женщина поверила в стандартную схему обмана и, поскольку была уверена, что все это ей вернется обратно, перевела под разными предлогами, якобы за госпошлину, процент за перевод и комиссию за хранение – это больше двух миллионов рублей. Эти деньги – не только ее сбережения, но и взятые в долг. В августе, когда потерпевшая осознала, что ее обманули, она сразу обратилась в полицию. Делом занялось управление уголовного розыска. Все следы вели в город Гатчину Ленинградской области. Двух человек, которые получали переводы, сыщики нашли быстро. Но они оказались ни при чем. Скажем, их наш подозреваемый использовал в темную, под различными предлогами. Говорил, что данные денежные средства нужны для рабочих, так как он является прорабом. В другом случае, просто говорил, что у него судебные приставы наложили, штрафы, санкции и аресты на все счета. Поэтому не может на себя осуществить перевод, который от родственников переведены с других регионов. Подозреваемого задержали, причем в весьма интересном месте, рядом с домиком няни Пушкина. 36-летний уроженец Архангельска во всем признался. Оказалось, с одним из подручных он познакомился буквально на улице. Был в солнечных очках и рассчитывал, что его потом не опознают. При обыске квартиры и машины оперативники нашли блокноты с записями, списки потенциальных жертв, сотовые телефоны и сим-карты. Фигуранта доставили в коме и сейчас проверяют на причастность к другим преступлениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова